Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Самарской набережной появилась Каштановая аллея. В высадке деревьев приняли участие депутаты Городской думы, общественные организации и жители города. Как прошло преображение, расскажет Максим Магомедов. На Самарской набережной рядом с шестым причалом появилось 40 молодых Каштанов. Высадить деревья предложило сообщество про женщин. К акции подключились депутаты Городской думы и районных советов, жители близлежащих домов и отдыхающие горожане. Для того, чтобы жители смогли нашей замечательной набережной наслаждаться, было принято решение здесь с жителями, с этими организациями засадить деревья. В дальнейшем будем продолжать эту работу, для того, чтобы город наш был цветущий, яркий и красивый. Аллея международного женского сообщества про женщин стала символом красоты, созидания и развития. Очень важно высаживать новые деревья в городе, потому что наша жизнедеятельность, всего человечества, она очень сильно загрязняет природу. Сажают деревья для того, чтобы вот эта концепция устойчивого развития, вообще всего человечества, она соблюдалась. Участники акции уверены, что новая Каштановая аллея подарит жителям города хорошее настроение и позитив. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. В Самарской области за сутки зарегистрировали 74 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе 384 098. Выздоровели 142 пациента, а всего с начала пандемии из больниц выписались 375 381 человек. Тем временем в Самаре сохраняются противоковидные ограничения. И специалисты межведомственной комиссии продолжают проверять, как жители города соблюдают предписание Роспотребнадзора. В один из рейдов с проверяющими отправились и мы. Маски – это необходимая мера защиты от коронавируса. Особенно важно носить средства индивидуальной защиты в транспорте. Затем, как пассажиры соблюдают предписание Роспотребнадзора, следит межведомственная комиссия. Сотрудники Департамента транспорта, представители городских перевозчиков, дружинники и полицейские выходят в рейды порядка 80 раз в неделю. Главная цель проверок – не наказать, а снизить риск заболевания COVID-19. О существующих ограничениях самарцам напоминают ежедневно. В свою очередь транспортные предприятия заботятся о пассажирах и своем персонале. Так ежедневно весь подвижной состав приводят в порядок не только снаружи, но моют и обрабатывают внутренние поверхности дезинфицирующими средствами. Обрабатываем специальным защитным средством, которое одобрено Роспотребнадзором, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, безопасно. Большинство пассажиров довольны профилактическими мерами, относятся к комплексной работе и контролю с пониманием и сами проявляют сознательность, надевая маску перед входом в салон и не снимая ее до конца поездки. Однако некоторые игнорируют требования. За прошедшую неделю во время проверок из транспорта высадили 67 таких пассажиров. На 20 из них составили административные протоколы, что сулит нарушителям штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Всего, начиная с сентября 2020 года, специалисты провели 5140 рейдов, высадили 11249 пассажиров, а на 2056 из них составили материалы. Решение о наказании принимается в судах. Водителей и кондукторов, игнорирующих требования, наравне с пассажирами наказывают рублем, привлекают к дисциплинарной ответственности. По всем выявленным фактам и обращениям, поступающим через социальные сети и телефоны горячей линии, проводятся служебные проверки. Проверяющие еще раз убедительно просят самарцев носить маски в транспорте и других общественных местах. Чем тщательнее будут соблюдаться ограничения, тем быстрее Самара станет еще одним городом, в котором отменят масочный режим. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В России появились четыре новых города-миллионника. Воронеж, Краснодар, Красноярск и Перим. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года. Теперь в России 16 городов с населением более 1 миллиона человек. По итогам российской переписи населения 2010 года городами-миллионниками являлись Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград. В Росстате подчеркнули, что с момента прошлой переписи численность населения России выросла более чем на 2 миллиона человек и достигла отметки в 147 миллионов 200 тысяч человек. В России предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. В документе говорится, что чаще всего семьи продают единственную квартиру для улучшения жилищных условий, а наследники нередко стараются в обход законодательства реализовать свою недвижимость с занижением суммы сделки на сумму налога и становятся жертвами мошенников. В Минфине обращения уже получили, предложения будут рассмотрены. Напомним, что при продаже недвижимости граждане обязаны уплатить налог на доходы физических лиц в размере 13%, если квартира находится в собственности менее трех лет. Речь идет о единственном жилье или доставшемся в наследство. Автоваз прекратил производство автомобилей Рено. Сейчас на Волжском автозаводе остались последние два экземпляра Рено Сандера. Они доукомплектованы и ждут отгрузки. Линии выпуска деталей и комплектующих для производства иномарок будут законсервированы на неопределенный срок. Сотрудникам предложат переводы в другие производства. В Приволжском районе Самарской области полиция пресекла незаконную добычу водных биоресурсов. В районе села Кашпир задержали жителя Самары 84-го года рождения. Он, используя запрещенные орудия лова, косынку, ловил плотву и окуня. Ущерб, причиненный водным ресурсам, составил 5000 рублей. Незаконный улов из Настя изъяли. Задержанный пояснил, что не знал о запрете на вылов рыбы в весенний нерестовый период. Однако уголовного дела избежать не удалось. Рыбаку грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, или реальное лишение свободы до двух лет. 31 мая жители Земли увидят интенсивный метеорный дождь, предупредили астрономы. Землян ожидают чудесное зрелище. Число метеоров может доходить до 10 тысяч в час. Этот шторм продлится около двух часов. Лучше всего метеорный дождь будет видно в западном полушарии. От военного марша до народной песни. В Самаре начал свою работу Всероссийский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации. За победу в конкурсе «Армия культуры» будут сражаться 13 творческих коллективов со всех военных округов. На митинге-концерте в поддержку специальной военной операции побывала наша съемочная группа. На восьмом фестивале ансамбля песни и пляски Вооруженных сил России «Честь Самары» защищает коллектив Центрального военного округа. Свою творческую жизнь ансамбль начал в далеком 1939 году и с тех пор, где только не выступал с концертами. За свою долгую историю коллектив прошел Великую Отечественную войну, побывал в разных горячих точках. По словам начальника ансамбля, на передовую едут, вооружившись творчески под завязку. Репертуар коллектива огромен. И находясь мы, когда едем в какую-то из командировок, берем с собой с запасом репертуарный багаж. И на месте я, как художественный руководитель, принимаю решение о том, какая будет программа конкретно здесь и сейчас. В один день может быть несколько концертов, и программа будет каждый раз разная. На фестиваль собрались более 600 артистов со всех военных округов. Представлены разные военные профессии. Моряки и летчики, десантники и артиллеристы, железнодорожные и космические войска. Приветственный адрес губернатора Дмитрия Азарова участникам и гостям фестиваля зачитал зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Проведение столь масштабного мероприятия на территории нашего региона во многом обусловлено богатым культурным потенциалом, крепким воинским духом и патриотизмом, который славится Самарская область. Военные творческие коллективы всегда играли особую роль и были востребованы во все времена. И сейчас, когда Россия восстанавливает справедливость, защищает миллионы людей от геноцида и насилия, крайне важно поддерживать и поднимать боевой дух наших военнослужащих. Профессиональные артисты в погонах попробуют покорить сердца зрителей военно-патриотическими произведениями, аранжировками народных песен и хореографическими постановками. На фестивале, помимо победителей, выберут лучший коллектив во всероссийском отборочном конкурсе «Армия культуры», который отправится защищать честь страны на армейские международные игры 2022. Я вас от души поздравляю, что вы приняли участие в этом фестивале. Желаю нашему высочайшему ариопагу жюри беспреспрасного судейства и пусть победит сильнейший. Несите военное искусство в массы народа. Выступление военных ансамблей можно будет увидеть в окружном доме офицеров с 1 по 4 июня. Галоконцерт и награждение победителей состоится там же в воскресенье 5 числа в 3 часа дня. Вход для зрителей свободный. Горожане уверены, фестиваль ансамблей песни и пляски вооруженных сил России несомненно станет ярким событием для самарцев и гостей мегаполиса. Очень интересно, впечатляюще, мощно. Они заряжают людей, я думаю, даже не военных. Всем интересно будет посмотреть. Ансамбли выступят не только в рамках фестивальной программы. Они дадут концерты в Самарском госпитале раненым солдатам, а также в воинских частях Самарского гарнизона, на концертных площадках и парках города. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Сохранить традиции и передать их потомкам. В Самаре отметили чувашский национальный праздник Акатуй. Традиционно он проходит после окончания весеннего сева. О красивом национальном обряде, пришедшем из глубины веков, его современном значении расскажут наши корреспонденты. Акатуй – популярный национальный чувашский праздник. В переводе на русский язык Ака означает сев, а туй – свадьба. Саха и земля будто венчаются во время весеннего сева. В этот день чуваши традиционно собираются в хоровод и поют любимые песни, празднуя завершение посевной. В этот праздник чуваши поздравляют друг друга с приходом лета. Мужчины издавна устраивали спортивные соревнования, а девушки должны были вышить к празднику полотенца. На столах всегда выставляли блюда национальной кухни. Чуваши показывают свое мастерство в песнях, в танцах, в спортивных состязаниях. Блюда, вы уже посмотрели, наверное, какие у нас прекрасные выставки, именно традиционных своих чувашских блюд, национальных блюд. И я думаю, что из поколения в поколение это будет передаваться. Акатуй изначально отмечали в деревнях, где особо ценится работа на земле. Сегодня этот праздник и национальный обряд объединяет горожан и гостей из районов области, тех, для кого родная культура и родной язык являются важной составляющей жизни. Мы видим, что древний праздник Акатуй носит современный характер, потому что здесь мы видим представителей не только разных коллективов, но и разных возрастов. Именно поэтому данный праздник очень важен для сохранения межнационального мира на территории нашего города. Акатуй проводит региональная общественная организация Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» при поддержке администрации Самары и Дома дружбы народов. Участников и гостей праздника поздравили от имени главы Самары Елены Лапушкиной и наградили благодарностями почетными грамотами за активную работу. Желаю участникам и организаторам праздника мира и здоровья. Пусть это событие вдохновит вас на новые свершения и добрые дела. В Самаре благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству успешно работают чувашские творческие коллективы, функционируют воскресные школы, ведется активная работа с целью сохранения, развития и популяризации чувашского языка, литературы и культуры. Планы на будущее? Конечно, сохранить культуру древнего чувашского народа, передать ее детям, внукам, правнукам, и чтобы на территории не только Самарской области, но и вообще всей России, всего земного шара, речь чувашская звучала, песни звучали. Чуваши ценили свое национальное достояние. По словам участников Акатоя, традиционные национальные праздники объединяют жителей региона и укрепляют межнациональное взаимодействие. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Константин Головин, События. В Самарском дворце культуры железнодорожников прошел отчетный концерт «Ачак мой Дагестан». Воспитанники школы кавказских танцев продемонстрировали, чему научились за год. Подробнее о выступлениях артистов расскажет Максим Магомедов. Зажигательные кавказские танцы и ритмичная музыка на сцене Дворца культуры железнодорожников имени Пушкина. Отчетный концерт «Ачак мой Дагестан» приурочен к году культурного наследия народов России. Воспитанники школы кавказских танцев показали зрителям, каких успехов достигли в хореографическом искусстве. Концерт был организован при поддержке администрации Самары и получил статус межнационального. Под нашу школу танцев посещают не только представители народов Дагестана, а также посещают нашу школу и представители других народов, живущих на благодатной самарской земле. И русские, и татары, и армяне, и башкиры, и другие много-много национальностей, которые проживают в Самарской области. И это нас очень радует. Мы пытаемся, чтобы наша молодежь, наши дети посещали такие школы, изучали культуру разных народов и обогащались друг другом. Главной задачей концерта стало укрепление межнационального взаимодействия, объединение ценителей культуры народов Дагестана и приобщение к этой культуре многонациональной Самары. Оно объединяет культуру народов, проживающих в нашем городе. Сегодняшнее мероприятие с его зажигательными танцами призвано консолидировать народы многонациональной Самары, показать, что мы все вместе живем в одном городе, решаем те задачи, которые ставит перед нами время. Художественный руководитель и основатель школы кавказских танцев Саид Магомедов рассказывает, что хореографией увлекся еще в 10 лет. На родине он выступал в государственном ансамбле «Дагестан», после осуществил свою мечту и перешел в академический ансамбль «Лизгинка», а затем решил заняться преподавательской деятельностью. Хореограф подготовил необычный номер, который позволил переместиться зрителям на репетиционную площадку. Номер репетиция, то есть как у нас зритель наглядно может увидеть, посмотреть, как проходят наши репетиции, в каком темпе они проходят, как это все там соблюдается, линии, интервалы и так далее. На сцене также выступили и другие творческие коллективы. Казахский ансамбль танца «Мирике», армянский хореографический ансамбль «Наири», таджикский инструментальный ансамбль «Карнай-Сурнай», башкирский народный ансамбль танца «Лейсан», татарский народный ансамбль песни, танцы и поэзии «Ялкунлы», «Ящлек», ансамбль корейских национальных инструментов «Юль-Лё» и белорусский хореографический ансамбль «Ровесник». Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. Творческий батл портретистов, которые отважились сопоставить разные виды искусства в изображении человека. В выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России работает выставка «Перекрестки». Вниманию посетителей представлено более сотни работ 44 авторов. Экспозицию увидела наша съемочная группа. На перекрестке двух разных искусств. Самарские фотографы и художники представили зрителю более сотни портретов. Все они в разной технике, но объединяют работы одно. Эти лица надолго остаются в памяти. «Мы ездили с компанией на Ямал, жили в чумах у оленеводов и несколько дней общались с семьей, смотрели, как они живут, графировали быт. Мне очень понравился один из пожилых членов семьи. Его звали Василий Иванович. Великолепный очень совершенно человек, который обладал фантастическими способностями делать своими руками сани, то есть какие-то изделия из дерева. Ну просто фантастика, загляденье было. И мне очень хотелось как-то его запечатлеть». Выставка «Перекрестки» объединила 60 картин и 47 фотографий. Извечный спор художников, кто точнее может передать характеры, эмоции и уникальные колориты души человека. Здесь каждый зритель решает для себя сам. Авторы уверены, что если их работы и дополняют друг друга, то все же это два совершенно разных вида искусства. «Художник, когда пишет портрет, он все-таки основывается на своих мыслях, а не фотографиях. Фотографии там немножко, там свои особенности есть. Там есть перспектива фотографическая. Вот она немножко другая, а не художественная. Потом свето-воздушная перспектива, там совершенно другая. Обычно художники-любители рисуют с этого фото-портрета и считают, что чем они тоньше нарисовали глазки и реснички, тем это очень более похоже, что ли. Но этот художник пишет не только образ чисто внешний, он еще и внутреннее состояние. Есть очень много всяких приемов, которые передают движение души». Экспозицию организовали Союз художников и фотообъединение при Самарском союзе журналистов. «Это совместное творчество, это союз, творческий союз художников и фотографов. Он нас обогащает, этот проект, он дает нам много впечатлений. Он обогащает наших зрителей, посетителей выставки, которые приходят посмотреть и фотографию, и художественные произведения». Экспозицию можно увидеть в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России на Молодогвардейской 209 до 10 июня с понедельника по субботу. Вход свободный. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. «Пусть всегда будет детство». Фестиваль под таким названием пройдет в Самаре в Струковском саду 1 июня, в День защиты детей. Какую программу подготовили организаторы в нашем сюжете. На один день погрузиться в детство. 1 июня в День защиты детей в Струковском саду пройдет фестиваль, организованный администрацией Самары «Пусть всегда будет детство». Его программа будет интересна не только малышам, но и их родителям. На входе гостей праздника будут встречать полюбившиеся персонажи мультфильмов. Мы все помним замечательные голоса Евгения Ильонова, Рины Зеленой, Анатолия Попанова и многих наших великих актеров. Потрясающие композиторы работали в Союзмульфильмах, которые создали потрясающие произведения, которые актуальны здесь и сейчас. Поэтому, конечно, такое сотрудничество для воспитания подрастающих поколений, для формирования более широкого кругозора, понимания мира на, прежде всего, основах, повторюсь еще, добра. Любви и взаимного уважения – это очень важные компоненты нашей работы. Фестиваль начнется в 10 утра. Одновременно в Струковском саду будут работать несколько площадок. На них пройдут игры, мастер-классы. На летней веранде гости праздника смогут послушать концерт, посмотреть как старые, уже полюбившиеся мультфильмы золотой коллекции «Чебурашка, ну погоди», так и новые «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Петя и волк». Настоящим сюрпризом станет показ анимационного фильма, который только в мае вышел в прокат «Суворов. Великое путешествие» о дружбе, любви и взаимной поддержке. Также в парке будет много различных интересных активностей для детей, такие как мастер-классы. Можно было сделать своими руками значок на память из мультфильма «Тайна третьей планеты», который тоже уже всем известен. Также у нас будет уникальный мастер-класс по анимации, где каждый посетитель сможет попробовать себя в роли мультипликатора. Он может понять, как происходит процесс общесъемочного мультфильма и в итоге получить мультфильм, который будет создан его руками. Прийти на фестиваль в Струковский сад смогут все желающие. Часть детей будут доставлены организованно. Завершится праздник семейной дискотекой. Фестиваль продлится до 9 часов вечера. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Самаре проверили готовность оздоровительно-образовательных лагерей к приему детей. Первые заезды запланированы на 1 июня, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Летом в Самаре будут функционировать 6 загородных лагерей и 186 лагерей дневного пребывания. Всего будет организовано 30 профильных смен. Во многих лагерях провели капремонт жилых корпусов, медицинских пунктов, столовых и пищеблоков. Администрация промышленного района Самары напоминает, что у выпускников школ начались единые госэкзамены. Поэтому у детей и взрослых зашкаливает нервное напряжение. В своем телеграм-канале администрация района делится советами психолога Евгении Бородиной, как взять эмоции под контроль. Например, в ночь перед экзаменом эксперт советует отложить все материалы и конспекты и использовать образную динамику. Раскладывать знания по внутренним полочкам. Можно послушать музыку и аудиокниги. Эксперт напоминает родителям о важности безусловного принятия ребенка, которое никак не зависит от результатов ЕГЭ. Администрация Ленинского района Самары информирует, что с 8 по 21 июня будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим будет ограничена подача горячей воды организациям и предприятиям в центре города. В период испытаний необходимо соблюдать меры безопасности вблизи трубопроводов. О повреждениях и открытых люках на тепловых камерах можно сообщить по телефону горячей линии 8 846 279 65 00. Департамент культуры и молодежной политики Самара рассказал в телеграм-канале, как прошла Библионочь. Муниципальные библиотеки города организовали интересную программу для детей и взрослых. Например, в библиотеке народов по Волжье провели увлекательные мастер-классы и концерт. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями также и на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok